Ты веришь в знаки Зодиака? Честно, мне все равно. А ты можешь назвать трех лучших? Зачем брали, долго не играл, травма. Без тебя команда на первом месте. Как славим год-два. Ты бы как тренер не стал менять? Ну, я не тренер. Прямо сейчас игрок Ведрон Чорлука слабее конкурентов? Что я чувствую ни поля, ни игроков, ни мяч. Зарплата ведь тоже фактор. Ну, я сам знаю, сколько предложений имал после чемпионата Европы. Дуэл между Динамо, Загребом и Локомотивом. К тому, что любимая команда. Оскар так. Все понимают, а девушек иногда нет. Поэтому никто не верил, ни мы сами. А что самое важное? Самое важное – выиграть чемпионат. Чарли, спасибо, что согласился дать интервью. Не часто интервью, на самом деле, начинается с такой благодарностью, но Ведрон Чорлука редко дает интервью. Вообще, Ведрон Чорлука часто отказывается от всяких медийных активностей. Хотя ты крутой игрок, у тебя внешность топовая. Почему ты не любишь вот так лишний раз светиться, быть в кадре? Ну, не, просто я так, как Ману, закрытый человек. Думаю, я себе должен говорить на поле, а не так, журналистами или вам из Локотеве. Как Ману, ты говоришь? Ну, так совпало, что и ты, и Ману – лучшие игроки команды. Это вот эта закрытость, она зависит от уровня игры? Ну, в следующий час, я бы сказал, что мы лучшие игроки команды. Думаю, у нас есть очень много хороших игроков в следующий час. И все играют на очень высоком уровне, поэтому у нас много хороших игроков. А почему я, Ману, закрытый человек, не знаю, может быть, у нас день рождения 5 февраля, поэтому, может быть, так. Ты веришь в знаки Зодиака? Не верю, но, может быть, так у нас получилось. Ты сказал много хороших игроков, ну, разумеется, команд на первом месте, а ты можешь назвать трех лучших? Трех лучших? Ты же смотрел, анализировал, думал. Уф, тяжело будет сказать три фамилии, но давай попробуем. Фарфан. Пять, пять, пять фамилии. Давай. Фарфан. Два Миранчука. Кверкелия. И Фернандеш. Давай по очереди о каждом. Фарфан. Фантастическая результативность. Как он забивает? Он же вообще никогда не играл на позиции центр-форварда. И вроде ты смотришь матч, не сказать, что он кого-то обводит, прям вот по три игрока. Но в нужный момент он забивает. Как? Что это? Ну, по-моему, сначала, когда он приехал, он не был готов. Мы все так чуть-чуть смотрели. Может быть, не только мы, но все в России. И тренеры. Скептически, да. Скептически говорят, зачем брали, долго не играл, травма. Но Джефф очень много работал. Старался. И он просто очень умный игрок. Знает использовать пространство. Знает, что бистри. И... 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 Очень много бежит в глубину. Что мы за штитники центральни не любим. И... 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 Но... По чему он из позовет? Тетут свою... По глубину и все. Из позовет по том, что у него есть хорошие игроки. Которые нему хорошие пасы, а дают специально ману. Братя Миранчуки, Игорь, Денисов, Игнятев. И все они работали в ту позу. Джеффа. Но Джефф показал очень высокий уровень. Не только в Локомотиве, но и в сборни Перуа. Попадают на чемпионат мира. И он все... Думаю, по тому, что он очень много работал. Он все... Все у него получилось. Но он также очень много летал. Он уставал. Но это не мешало. Не мешало. Думаю, тренер с ним много разговоров. Иногда дал отдохнуть. Иногда не тренировался. Поэтому... Думаю, он это усталость не чувствовал. Братья Миранчуки, ты мне сказал еще три года назад. В интервью, что Леша Миранчук чрезвычайно перспективен. И если ты возьмешь над ним шефство, то с ним все будет хорошо. Поэтому первый вопрос, взял ли ты над ним шефство, действительно, благодаря тебе или все это. И еще ты говорил, что Антон чуть ли не лучше, чем братов, с точки зрения потенциала. Не, потому что они, когда в шоу Билича приехали на тренировку, видно было, что у них талант огромный. И что только они могут быть виноваты, если не станут. Хорошими или отличными игроками. Но они сами над собой. Как ты сказал. Шефство. Зелешевство и очень много прибавили и работу на тренировках, и прибавили и работу в зале, и это видно на полю. Они просто не проиграют ни одно одиноборство. И думаю Антон. Человек вернулся назад из Эстонии и показал уровень, которое никто не ожидал специально, потому что... Ты тоже. Не ожидал потом, что в Эстонии я думал, так, уровень этой лиги слабее уровень, чем Хорватия. Неправильная аренда была. Это мое мнение. Он показал, что ему не важно, на каком уровне он играет, важно, что он думает о себе, что он просто хочет быть одним из лучших игроков Локомотива. И он это показал, и он сейчас он и Леша идет так, в равной линии. И что ты отмислил Кверквелю? Тут особенный момент, потому что он твой конкурент. Не, просто да, Саба мой конкурент, но... Бил он конкурентом или нет конкурентом, я смотрю уровень игры, он на данный момент... Лучший центральный в премьер-лиге, он это показал, вместо снимания они играли прекрасно, и лучшая связка центральных на данный момент у русской премьер-лиги. Поэтому, что сказать, меньше от всех, я думаю, пропустили, это показать. Вообще Локомотива везет с центральными защитниками последние годы? Ну, и когда Ям был, и Дурец, и когда и я, и он играли, и Петчинович, всегда у нас так было... Получало се, но никогда как сейчас. Сейчас мы први, 8 очков разница от Зенита и Спартака, поэтому сейчас ничего не надо менять. Ты бы как тренер не стал менять? Ну, если бы, тяжело менять. По-моему, как большинство футбольных экспертов, когда что-то получается, ты не меняешь. Я думаю, в нашей команде сегодня все получается. Играют ребята отлично. И если бы я был тренер, я бы ничего не менял. Это мой мнение. Но ты не тренер? Ну, я не тренер. Прямо сейчас игрок Ведрон Чорлука слабе конкурентов? Сейчас да, потому что я только вернулся в команду. Ну, только две недели тренирую. Без этой боли. И поэтому сейчас я шо на этом уровне, на котором должен быть, чтобы был основным игроком. Это главный, на самом деле, наш вопрос. Твое здоровье, твое самочувствие. Я смотрю, ты занимаешься в общей группе, но все равно у тебя постоянно дополнительные индивидуальные занятия. Да, просто у меня шо много работы, шо предстоит много работы, чтобы был на этом уровне, как ребята. Просто надо больше работать, чем они. Потому что я не играл девять месяцев. Но нога чувствуется нормально, это самое важное, а все остальное, что есть время. Девять местов – это очень много Чорлука. Очень много. Это одна из самых серьезных травм в спорте. Поэтому я надеюсь, что вернусь назад на этот уровень, на котором я был. Но будет тяжело. Ну, отдай ему все, что так. Весь год у тебя было восстановление, реабилитация. Ты наматывал километры по беговой дорожке. О чем ты думал все это время? Что ты видел перед собой? Я видел, как мы играем в чемпионате России и как буду играть на чемпионате мира. Это была моя мотивация, когда я был в зале, когда работал только с физиотерапевтом. Просто если бы стало все равно, если бы не видел цель или что-то хочу сделать в будущем, было бы тяжело вернуться назад. Но мне много медицинских физиотерапевтов и докторов помогли. И сейчас, слава богу, все нормально снова. У тебя не было смешанных чувств, сколько лет, сезонов ты пытался помочь Локомотиву, но чаще были черные полосы, как ты сам говорил. И тут без тебя команда на первом месте. Как ты думал о том, как ты думаешь? Да, просто не думал о том. Просто мне было очень приятно смотреть как команда играет. Все получилось у нас. И просто тренер. Тренери очень много роботов провели с ребятами. Это моя команда. Не только может быть красивая или приятно, когда смотрят как ребят играют, как вы играют. А то, что я не играю на этот момент, так произошло. Но обидно. Обидно, конечно. И я бы хотел быть у Питера, праздновать голы с командой. Я ни разу не выиграл в Питеру. Поэтому, конечно, это было обидно. Но все равно для команды, для болельщиков, для всех наших клубов это был один из лучших игр. Ты капитан. Сейчас капитанская повязка Игорь Денисов. У кого будет капитанская повязка во второй части сезона? Я не обсудил это вообще, но, честно, мне все равно. Я думаю, что у этой команды это не важно, если будет это Игорь, если буду я, если будет Гилл или третий. Это не важно. Я думаю, что у этой команды есть много лидеров, которые повязка не нужна. Поэтому у нас есть много капитанов, а тренер решит, кто будет. Если я дальше не буду, то расстраиваться не буду. Мне 32 года есть. Самое важное, что Локомотив играет. А кто будет капитаном? Можно сказать что-то и без повязки. Все равно. Честно. Ты говоришь, что Локомотив – моя команда, поэтому я радуюсь. Но когда ты сказал Локомотив – моя команда, ты имел в виду что-то большее? Потому что больше всего лет, сезонов, матчей в карьере у тебя именно за Локомотив. Да, это больше чем моя команда. Могу сказать, что очень часто есть дуэль между Динамом и Локомотивом и Локомотивом. Я любимая команда. Это уже много говорится, сколько я люблю Локомотив и Москва. Динамо в Загребе я начал первые шаги. Когда мне было восемь лет, они всегда будут моя любовь. Но сейчас я не могу сказать, что Динамо в Загребе любим больше, чем Локомотив и Москва. Когда я ехал в Россию, ты не думал об этом? Нет, не думал. Просто думал, что буду так. Как Славян год-два. А Славян тоже так думал? Нет, я не знаю, что Славян думал, но так произошло, что Славян ушел. И я думал, что может быть так, через пол года и я уйду. Но просто мне было так удобно у Локомотива. Красиво. Рибети были все отличные. Клуб, болельщики. Мне всем очень понравилось. И потом сказал, что останусь здесь. Если они хотят, чтобы я остался, я здесь буду сколько они хотят. Кстати, зарплата ведь тоже фактор. Это нормально, это работа. И как ты относишься к тому, что люди любят считать, кто сколько получает? Да, слушай, мне это не важно. Что это и кто это говорит. Я не думаю, кто это платит или кто это думает о моей плате. Я знаю, что клуб делает предложения к каждому игроку. Если они не согласятся, то конечно, между клубом и игроком. Но я сам знаю, сколько предложений имел после чемпионата Европы. И я знаю, сколько клуб мне хотел сохранить, чтобы я остался в Локомотиве. И мне так договорился. Я остался здесь, но получилось. Это что получилось. И может быть сейчас кто-то сказал, что клуб не сделал правильное решение. Но это жизнь. Так не говорят никто. Я говорю, что может быть люди, которые смотрят футбол в Руси и так. Поэтому не что говорят люди в клубе. Но это просто так. Жизнь, футбол. Я как раз хочу сказать о том, что болельщики Локомотива никогда не смотрят в эту травму, не сказали, что что-то было неправильно. Это значит, что отрабатываешь зарплату? Вообще такая формулировка, она правильная или нет? Нет, слушайте. У всех людей, у которых может быть есть какая-то заплата, высокая, маленькая, неважно какая, они должны эту заплату заработать. Я ню на этот данный момент не заработал, потому что не играл. И поэтому это обидно. Но я надеюсь, что в этом году я покажу все, что он мне показал в последние девять месяцев. Две товарищеские игры. Можно сказать, что Ведрон Чорлука вернулся? Не, это что далеко. С того начала, что они не чувствуют ни поля, ни игроков, ни мяча. Что это, что рано. И я надеюсь на этом втором сборе, что уже будет много лучше, чем сейчас. Мы тоже все верим. А в сборной тебя ждут не меньше, чем мы тебя ждали? Да, я с тренером поговорил уже много раз. Они были в Москве. Приезжали на игру с Спартаком. Может быть играть не буду, но все равно приезжали поговорить со мной и с Пашаличем из Спартака. Поэтому мотивация много есть у меня, потому что знаю, что в сборной очень много смотрят. И не знаю, если знаете, играем с Перуом в Майами. Может быть Джефф получит травму, если я буду играть. Поэтому спокойно. В сборной, Ведрон, ты лидер. Ты один из вице-капитанов, правильно понимаю? При этом твои партнеры, другие лидеры, представляют Реал Мадрид, Барселону, Ювентус, Интер. Наверняка вы все встречаетесь, рассказывают, кто сыграл на Камп Ноу, кто-либо чемпиона выиграл. А что говоришь ты? Что я говорю? Молчу и смотрю так, и слушаю. Не, просто они все нормальные ребята. Все знают, что в России играет очень хороший футбол. И им интересно, конечно, слушать. Какие стадионы в России, какие уровни футбола. Специально сейчас, когда в России будет чемпионат мира. Уже много говорили о стадионах, уровне футбола, хорошим молодым игрокам. И о сборной России. У них интересует, какой уровень сборной России сейчас и что могут ожидать. И что? Я надеюсь, что Русь будет играть как последние две игры. С Аргентином и Испанией. Лучше с Испанией. Да, но и с Аргентином тяжело. Самый высокий уровень. Но они не играют. Почему? Кто не играет? И Аргентина. Они не играют так хорошо, как и игроки у них есть? У них очень много индивидуальных классных игроков. И вы все забываете, что они были в финале чемпионата мира. Поэтому на данный момент они не играют как должны. Но уже три-четыре года назад они были в самый топ. Поэтому должны чуть-чуть посмотреть, что было раньше. Сборной Хорватии придется сыграть с Аргентиной, а также Исландии и Нигерии. Это группа смерти. Да. 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 Сборной Хорватии. Первый матч будет с Нигерием. Это первый матч в Калининграде. Поэтому, если там возьмем три очка, станет легче. Но будет тяжело. Нам все понятно. Ты ни разу в карьере же не выигрывал национальные чемпионаты? Выиграл, выиграл. Два раза чемпионат в Лиге. А, Загреб. Да. Потом не выигрывал. И для тебя сейчас что важнее? Выиграть РФПЛ или услышать потом гимн Лиги Чемпионов? Да. Если выиграли чемпионат в Лиге, мы все равно будем слушать. Да. Поэтому самое важное, что мы выиграли чемпионат, а в Лиге чемпиона будем думать позже. Ведеран Чорлока преданный человек? Я просто такой человек, который если все получается у меня, если все в порядке, ничего не люблю менять. Ни клубы сейчас все получается, ни девушки все получается. Поэтому так, в жизни я такой человек. Люблю спокойствие. Да, спокойствие. Люблю, чтобы всегда менялось что-то в моей жизни. У тебя девушка, с которой давно уже и у вас все хорошо. Собачка твоя тоже. Клуб. Ты однолюб? Да. Может быть раньше не был. Но сейчас да, все получается. И с девушкой. Намного лучше отношение с Оскаром, чем с девушкой. Но... Оскар молчит? Да... Оскар так. Все понимают. А девушка иногда нет. Но все в порядке, совсем доволен. Если что, начну играть, все будет топ. Ты говорил, что «Локомотив» такая команда. Или черная полоса, или белая. Вот не бывает середины. Да. Да. Я иногда знаю сравнивать «Локомотив» с «Динамо» в Загре. У нас всегда было что-то не получается. Всегда было... Не знаю. У нас всегда будет «Локомотив» с «Динамо» в «Динамо» в «Динамо» в «Динамо» в «Динамо». После этого «Пет», закончаемо там в 7-е. Потом выграли «Кубок». Было много остиллаций в «Локомотиве». И я надеюсь, что с года «Пет»、 хорошо, выграли «Кубок», но в чемпионате были так. Не на высоком уровне. Но с «Петом» на «Этом» уровне, на котором «Локомотив» должен быть. Я надеюсь, что следующий сезон и последний сезон мы будем на этом уровне, на котором мы сейчас находимся. Локомотив – это один из самых лучших клубов в России и он должен всегда быть на одном уровне, а не чтобы были эти осцилации, так как по-хорватски скажут, что один год плохой, а потом хороший. Я ожидаю от локомотива одного уровня, на котором мы сейчас. Согласитесь, наверное, не все летом верили, что будет так. Никто, может быть, даже не верил. Да, не верил, потому что у нас всегда все меняется. Один год, седьмой и один год. Такое, как я сейчас сказал. Поэтому никто не верил, не мы сами. А почему так получилось? Получилось просто. Команда начала хорошо играть. И иногда чуть-чуть удачно выиграли у последних минут. Эмоции стали у команды больше. Стали веровать друг другу. Тренери стали веровать команды. И поэтому, может быть, конкуренты проиграли, когда думали, что не проиграют. Мы все это использовали и сейчас находимся на этой позиции, на которой мы должны быть. И сейчас мы в себя верим? Верим, конечно. Веры очень много и так должно быть. Потому что… То есть это не испортит это лучше, что так? Это не спорт. Среди час находимся в таком состоянии, что мы как одна семья. И когда ты находишься в этой семье, не важно, кто играет, а кто не играет. А кто не будет, это не важно. А что самое важное? Самое важное – играть чемпионат. Это самое важное.